1 ноября в зоне проведения антитеррористической операции были ранены двое украинских военнослужащих. Об этом во время брифинга сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко. По его словам, незаконные вооруженные формирования нарушили режим тишины возле населенного пункта Пески на Донецком направлении. Около получаса боевики вели огонь по украинским позициям из пулеметов и гранатометов. В результате этого инцидента двое украинских бойцов получили ранение, сказал Лысенко. В то же время незаконная группировка ДНР заявляет об обстреле оккупированного Донецка, в результате которого был ранен мирный житель. Об этом сообщает сепаратистский сайт ДАН. Военные одного из инженерных подразделений в ССУ предотвратили террористический акт. Об этом сообщает военная ТВ Украины. Согласно данной информации, диверсанты планировали нападение на объект, где хранятся боеприпасы. Место, то есть идеальное место для... Находится один склад, второй склад, техника. Часовые заметили движение и вызвали дежурного по части, вызвали командира батальона. То есть по этой дороге проехали, по этой ночью побоялись по траве идти, растяжки могли быть все. С утра мы с группой приехали и обнаружили здесь гранатомет был спрятан. То есть не просто лежал, а спрятан. В ночь с 1 на 2 ноября в Сватово, где произошло чрезвычайное происшествие на арсенале, не зафиксировано ни одного взрыва. Об этом сообщается на сайте представителя АТО в Луганской области Руслана Ткачука. Согласно этой информации, пожар потушен, а в зоне вокруг эпицентра детонации боеприпасов продолжают работать 90 саперов военных сил Украины. Также пресс-офицер отметил, что зачистка от взрывоопасных предметов завершается. В городе на 100% возобновлено газоснабжение. Продолжается ремонт жилищного фонда и админзданий, сообщил он. Напомним, чрезвычайное происшествие на складе боеприпасов в Сватово произошло 29 октября около 8 часов вечера. Источник пожара – площадка на военном арсенале. Всего на складе находилось около 3,5 тысяч тонн боеприпасов различной модификации. В результате чрезвычайного происшествия погибли два человека. Еще 16 получили ранения. 31 октября в Славянске в рамках чемпионата Донецкой области по плаванию соревновались спортсмены с ограниченными физическими возможностями. Об этом сообщает корреспондент УТВД. В заплывах участвовал 31 пловец из Славянска, Красноармейска, Солидара и Мариуполя. Большинство призовых мест заняла команда из Славянска. Впереди – чемпионат Украины и мировые первенства. Как рассказал Андрей Казначеев, заслуженный тренер Украины, в связи с событиями 2014 года команда потеряла спортсменов. Мнения разделились и люди разъехались. Донецк, Макеевка сейчас для нас за границей, поэтому конкуренция упала, и численность людей уменьшилась, и конкуренции нет. Наши воспитанники тоже сейчас уже представляют цвета России, к сожалению. Вот. И, ну, скажем так, и медальную копилку пополняют очень неплохо, скажем. Ну, обидно, жалко, конечно. А как так получилось? Почему они выступают за Российскую Федерацию? Ну, разделились интересы, разделились мнения. То есть это в связи с событиями 2014 года? Да. То есть как, люди просто уехали туда? Да, люди уехали на постоянное место жительства. У нас много детей, мы потеряли перспективных по инваспорту. У нас очень много было. Многие разъехались и по Украине, но многие уехали в Россию. Жители микрорайона Артема, города Славянска, на обычную комнатную антенну принимают телевизионный сигнал из оккупированного Донецка. А украинские каналы нормально вас показывают? Никакие. 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 Вот ту антенну завалили, что высокая стояла. Все. Я уже второй год не смотрю телевизор. По словам телезрителей, такая ситуация длится около года. Это один плюс один. Да, идет плохо. Где-то с Константинской, скорее всего, идет. Это не наше. Вот наша станция, допустим. Вот. Это славянская. Весь четко идет. Ну, это с Карачуна, соответственно. И все же учнив не залишало почуття гумора и веры. А вот один плюс один. Ну, она с Константин, потому что оттуда она слабенько идет. А вот с Донецкой передачи. Кто на Артема живет, все будут смотреть. Абсолютно. Артема, потом этот самый, как его, химик. Для справки, население микрорайона Артема составляет около 20 тысяч человек. Здесь расположены детские сады, школы и главный корпус Донбасского государственного педагогического университета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова